Необычную экскурсию организовали для воспитанников школы имени Антона Пырерк и сотрудники окружной прокуратуры. В преддверии празднования Всемирного дня водных ресурсов ребята вместе с представителями ведомства посетили очистные сооружения поселка Качгард. Экскурсия прошла в целях правового просвещения учащихся. Началась экскурсия с осмотра оборудования. Инженер предприятия Евгений Иванов увлечён и рассказывает о принципах работы очистных сооружений и этапах очистки сточных вод. Все сооружения выстроены в определённой последовательности. Начинается всё с механической очистки. Это начальный этап всего процесса обработки воды. Вот идёт водичка и задерживаются крупные включения. Потом оператор очистных сооружений все эти крупные включения собирает и всё это вывозится на полигон твёрдых бытовых отходов. Далее источные воды поступают на биологическую очистку. Она представляет собой ряд ёмкостей, в которых созданы условия для жизни микроорганизмов, так называемого активного ила. Этот биоциноз очищает сточные воды. Всё дело в том, что загрязняющие вещества, содержащиеся в сточных водах, являются питательным веществом для этих микроорганизмов. Вот эти ёлки, ёлочки, ёлочные верши, они служат для увеличения количества биомассы. На них закрепляется микрофлора и может очищать воду гораздо лучше, потому что увеличивается окислительная мощность очистных сооружений. Здесь происходит основная очистка от загрязняющих веществ, соединений азота, фосфора, углерода. После осмотра сооружений отправляемся в лабораторию. Здесь осуществляется контроль за качеством воды. Различные колбочки и пробирки вызывают у детей гораздо больше интереса. Но в центре внимания микроскоп. С его помощью ребята смогли увидеть микроорганизмы, которые очищают сточные воды. Вот здесь только аккуратненько, тихонечко, и смотришь туда, и тихонечко крутишь, чтобы резкость навести. Лево-право, только тихонько, потому что если быстро, ты ничего не видишь. Резкость найди под свои глазки. Также в рамках визита была затронута тема профессиональной подготовки кадров. Лаборант и инженер предприятия рассказали о том, какую специальность необходимо получить для того, чтобы в дальнейшем трудоустроиться на объекты водоснабжения и водоотведения. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».